привет вы не поверите но сегодня я буду варить сгущенку берем хорошее жирное молоко чем выше будет жирность тем лучше получится сгущенка лучше конечно купить деревенское или фермерское молоко но я взяла в супермаркете жирностью 6 процентов если молоко будет недостаточно жирная то сгущенка может не получиться поэтому тщательно подходите к выбору молока молоко переливаем в ковшик или кастрюльку важно чтобы молоко не доходило до краев потому что она будет очень сильно кипеть и может убежать и добавляем к нему кусочек сливочного масла если молоко у вас очень жирное деревенское то масло можно конечно же не добавлять затем насыпаем в молоко ванилин или ванильный сахар и убираем ковшик в сторону теперь нам нужно отмерить точное количество сахарной пудры на 400 миллилитров молока я взяла 400 грамм сахарной пудры это лучше всего сделать весами потому что на глаз отмерять точное количество ингредиентов но так себе идея если честно вообще кухонные весы очень полезные вещи рекомендую вам их обязательно купить теперь добавляем сахарную пудру в молоко и тщательно все это перемешиваем с помощью обычной столовой ложки крайне не рекомендую использовать вместо сахарной пудры обычный сахар все-таки лучше сходить в магазин и купить сахарную пудру и желательно чтобы она была хорошего качества иначе сгущенка может не получиться теперь ставим ковшик с молоком на плиту и доводим до кипения нужно периодически помешивать молоко чтобы все ингредиенты тщательно размешались когда молоко закипит убавляем огонь до минимума и варим ровно пять минут молоко будет постоянно кипеть и убегать именно поэтому важно взять большую кастрюлю или ковшик если вы заметили я тоже перелила молоко из маленького ковшика в большую кастрюлю потому что она начала у меня очень сильно убегать готовую сгущенку переливаем в красивую баночку она может показаться вам жидкой но это не так при остывании она очень сильно загустеет и если сгущенку переварить то она будет похожа на ириску ее будет сложно есть хотя тоже будет вкусно посмотрите какая красивая сгущенка у нас получилась и вот такая она густая конечно она отличается от магазинной но она невероятно вкусная мужу понравилась больше чем покупная приятного вам аппетита